Всем здарова, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличный бой на танки Тортоисы. Ещё второй будет бой секретный, так что рекомендую досмотреть видео до конца. Сегодня у нас стартовала Чёрная Пятница. Чёрным рынком пока что и не пахнет. Может быть, только если вечером появится, но вряд ли. Скорее всего, Чёрный рынок разработчики припасли на какой-то особый случай, когда онлайн просядет или когда наоборот нужно будет его максимально забустить. Многие не верят в появление Чёрного рынка и считают, что никакого Чёрного рынка больше не будет, такой халявы больше никогда не будет. Но я считаю, что это абсурдно, считать, что Чёрного рынка не будет. Даже Valve, которые, собственно, уже много лет не делали Half-Life и Half-Life 3 до сих пор, собственно, даже, наверное, не знаю, находится она в разработке или нет. Но, тем не менее, вот недавно появилась новость о том, что Half-Life VR делается, Half-Life Alyx так называемая. Поэтому, ну, всё, что имеет ценность, всё, что ждут люди и всё, что раскручено, оно появится. Это просто закон жанра, просто, ну, коммерчески всегда так делается, всегда выжидается самый удобный момент. Мало кто, в общем-то, это понимает, но так я постарался вам объяснить. Ну, собственно, какие же сейчас плюшки продаются в Чёрном рынке? Ну, это больше, скажем так, не новость, а скорее просто моё мнение, к чему стоит присмотреться. Собственно, игровые запасы со скидкой до 70%. Ну, тут 500 золота, 3 дня према, 30 резервов, среди них даже 10 резервов на фарм на 1 час. И даже идёт задача X5 опыта для любой техники 10 раз. Всё это дело стоит 247 рублей. В принципе, наверное, ну, более-менее адекватный набор, но не всем нужен премиум-аккаунт, так как есть всё-таки, ну, ростелеком, и от него прем-аккаунт у многих идёт. Танки у нас Шаум Панзер 58, ИС-6 чёрный и Т-34 Black. Собственно, что можно сказать по этим танкам? Наверное, я бы никакой из этих танков не стал бы приобретать, потому что чисто по моему мнению, ну, довольно-таки они слабенькие все. Ну, на любителя, может быть, ИС-6 на голде, только если захочется поиграть на льготах. Хотя цена тут всего 1329 рублей, но фармит, на мой взгляд, он не столь хорошо. Ну, а насчёт вот этого вот СТ-шки, в принципе, 990 рублей, ну, наверное, за танк 8 уровня это не так много, то есть это самый такой бюджетный вариант получается. Ну, в общем, это совсем деньги в небольшом количестве, хотя бы для линии фронта, наверное, сойдёт. Далее, в ЦМ 50 тонн, также Т-34-3 и М46 Паттон КР. Ну, тут цена уже чуть повыше, самая дешёвая это 46 Паттон, но, на мой взгляд, ни один из этих танков хорошим не является. То есть у нас на Чёрную Пятницу распродают всякое непотребство, неинтересное, скучное. Также ещё тут всякие стилы продают, там по 82 рубля, по 189, но это для тех, кому очень хочется стилы, видимо. Особо смысла тоже покупать нету. Ну, из того, что есть, вот ещё продаётся хороший танк, это Projet T-46, LC-EVN 90 и также, ну, может быть, частично Lorraine 40 тонн. Вот, Т-26, Е5 я вообще не понимаю, зачем покупать, он за бону вообще продаётся. Саму АСМ тоже неплохой танк, но вот моё мнение, просто многие спрашивают, вот своё мнение я озвучил. Ну, возможно, вы думаете по-другому. Также вы можете, ребята, выиграть золото в этом видео, вам достаточно досмотреть его до конца, благо осталось тут всего половина. И прокомментировать видео, в итоге вы можете выиграть ценнейшее золото. Также заходите на сайт Водкит и выигрывайте ценные призы себе премиум танки, самые новейшие. Сейчас стартовала как раз чёрная пятница на этом сайте и самые выгодные предложения ждут вас там. Ссылка в комментариях. Также используйте мой промокод, так как он даёт большой бонус. Итак, ребята, ну и самое важное, это, конечно, марафон на премтанк 8 уровня, который должен нас ждать совсем скоро. Вот-вот о нём объявят, вернее, после линии фронта примерно должен он стартовать. Ну, может быть, там пару дней нам дадут передохнуть перед марафоном. Марафон практически с вероятностью 90% будет на танк Е-75 ТС. Это очень годная машина, о ней я уже много раз говорил. Но смысл заключается в том, что танк с бронированием, танк с пробивным орудием, танк с возможностью довольно неплохо передвигаться по карте, то есть это не самая медленная машина. То есть в целом очень годный танк, плюс, ко всему прочему, естественно, есть такие составляющие марафона, как предварительные награды, там можно будет получать всякие плюшки, премиум аккаунт, серебро, резервы, может быть, бодновые какие-то расходники, хотя сейчас они в преддверии патча 1.7 не так уже важны и полезны, как раньше. То есть их сейчас ВГ раздает направо и налево, но тем не менее. В любом случае, марафон должен получиться, по некоторой информации, весьма сложным, то есть Wargaming уже как бы не хочет прям танк, особенно такое, раздавать прям совсем на шару. Это не будет простым марафоном, это будет сложным испытанием. Вот сейчас что известно. Также, естественно, будет 10 ЛБЗ, и каждая ЛБЗ будет давать скидку 10%. То есть можно все ЛБЗ пройти и получить танк бесплатно, можно 50% или сколько-то там пройти, какую-то скидку себе выбить на танк. Также можно будет совсем скоро после линии фронта произвести неизрасходованный обмен очков доблести на золото и боны. То есть идут вместе эти две составляющие, золото и боны. То есть вы получите 300 золота и 100 бон за 1 очко доблести. Собственно, ваше право менять на премиум танки. Сейчас вот пока что линия фронта еще идет, у вас еще остался шанс добить недостающие очки доблести и заработать, в общем, все на премиум танки. Но сразу говорю, что если вы практически не играли, то шанс там совсем небольшой. Далее, что стоит отметить, естественно, подарки для ветеранов должны быть объявлены к концу месяца. И, собственно, нас ждет самая такая большая награда за все время существования этой программы, именно подарков для ветеранов. Собственно, 10 лет, ребята, юбилей исполняется. За 10 лет игроков будут по-особому награждать. То есть реально это самые крутые будут подарки. Именно сейчас известно, что будет учитываться увеличенность игрока в World of Tanks. То есть насколько часто он, видимо, играет. Также будет, скорее всего, учитываться дата регистрации. Но если его будет как раз 10 лет, там медали за 10, 9 лет, значит дата регистрации тоже будет иметь смысл. Также достоверно известно, что будут дарить танк. Ну вот насчет танка пока что точно неизвестно. Но по некоторой информации, это танк Объект 777 вариант 2. Это советский тяжелый танк, очень мощный танк. Если вот его подарят хотя бы за 10 лет, пускай там не всем, но хотя бы за 10 лет, то это будет, конечно, грандиозно. Потому что танк по характеристикам является 9,5 уровня, а не 9 уровня. То есть это очень мощная имба, действительно сопоставимая, не знаю, но может быть с Объектом 279 только на 9 уровне. Очень крутой танк, особенно, в общем-то, счастливые супертестеры, которые смогли на этой имбе покататься вдоволь при тестировании. Но разглашать, естественно, всю информацию об этом танке они не могут, так как подписывали НДА, то есть пакт о неразглашении. Также, естественно, дадут боны, классическая награда для ветеранов. На этот раз сумма может достигать 15 тысяч бон. Это при том, что если игрок вообще вот самый такой, самый-самый тертый такой калач ветеранов, на всех ветеранов, который 10 лет назад там зарегистрировался и все это время играл, не переставая, наверное, практически, вот его, наверное, наградят максимальным количеством наград. Естественно, будут такие вот награды, как серебро. Ну, серебро лишним не будет, даже несмотря на то, что линия фронта позволила нам хорошо подфармить, но, я думаю, около 5 миллионов серебра разработчики насыпят самым, опять-таки, отъявленным ветеранам, может быть, даже больше. Но также, естественно, должны дать стиль. По некоторой информации ветеран сам сможет выбрать себе стиль, какой ему там захочется, то есть по бонус-коду. И, вероятно, это будет 3D-стиль, учитывая, сколько сливов в 3D-стиле было за последнее время. Также, по некоторой неподтвержденной информации, будут специальные ЛБЗ доступны для ветеранов. Ждем, в общем-то, осталось ждать совсем недолго, уже прям, я не знаю, понимаю, что все ждут, все надеются, все хотят получить подарки для ветеранов, но вот, ребята, чуть-чуть потерпите, еще буквально до конца месяца объявят обязательно. Многие мне уже говорят, Миха, ну ты выдумал про подарки для ветеранов, никаких подарков для ветеранов не будет, это все полная чушь, что вот зачем ты выдумываешь, обманываешь людей. Хотя, блин, даже сами разработчики официально трейлер предоставляли, где дарят подарки для ветеранов, когда сказали, официально заявили о том, что подарки для ветеранов будут. Так что, блин, ну не знаю, не знаю, как можно меня в таком что-то там обвинять, говорить, что я там не прав. Да, я могу где-то ошибаться в некоторых случаях, потому что, ну, супер прям точной информации ВГ, естественно, не сообщает. То есть, не верьте тем, кто говорит, что у него есть там какая-то супер точная информация. Точной информации, естественно, никто не даст. Но есть информация, скажем так, которая лежит на поверхности, проанализировав которую, можно сделать выводы. Также, естественно, мы ждем новогодние всякие ивенты, но об этом я хотел бы поговорить отдельно. И также о танках Е-100 и ИС-4, так как это видео тоже уже получается длинным. Я не люблю длинные видео, потому что их вы, к сожалению, не любите досматривать. Вот на этом все, ребята. Это основные, в общем-то, моменты, которые я хотел бы отметить. То, что чаще всего меня спрашивают. И спасибо, что досмотрели. Спасибо, что вообще смотрите мои видео. и желаю вам хорошего настроения. Удачи вам!